www.vixnews.lv Мультимедийный информационный портал Отличное Утро Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро Каждую пятницу на радиоболтком После девяти утра Личное утро Доброе утро, еще раз Наталья Михайлова и Константин Розов Режиссер и ведущая Я Константин Казаков Личное утро у нас сегодня связано с лидером СССР Петрисом Кригерсом. Доброе утро, господин Кригерс. Говорим о личном и о тех воспоминаниях и нынешних мыслях, которые вас беспокоят, а может быть и радуют. И как обычно мы начинаем с детства. Ну это радует, да. Детство радует. Детство радует? Да, конечно. А чем? Обычно люди как-то, знаете, его или очень плохо уже помнят, или какие-то такие, может, ну не у всех, кстати, приятные воспоминания. Нет, ну я, конечно, не помню все, конечно, со своего детства это было все-таки довольно-таки далекое время, но я помню, нет, что я родился на хуторе, где было очень много зелени, природы, животных различных. Это как-то, наверное, людей все-таки управляет так, чтобы они такие были, ну, оптимистичны и получше с природой, если связано. А родители чем занимались ваши? Мать у меня была учительница, отец работал в колхозе. То есть вы в той школе, где мама преподавала и учились, да? Да, да, мне было плохо с той стороны, что если другим детям родители вызывали в школу, и они получали отсрочку хоть до следующего дня, когда родители придут, так у меня уже до Моклова эта сабля зависела целый день, и меня быстренько сразу вызывали к родителям, а не наоборот. Ну, так у вас, собственно, у вас и поведение должно было отличаться в лучшую сторону, вы должны были, раз мама учительница, кстати, чего учительница? Не, ну, я не буду врать, конечно, я не был таким приличным или прирежным учеником. Я все время старался делать, чтобы... То есть вы уже тогда акции неповиновения какие-то устраивали? Нет, я как-то хотел все делать получше, но мне как-то не удавалось все это, и меня часто направляли на штрафные санкции различные в школе, я там получал низкие оценки по поведению, и все. А мама что преподавала, какой предмет? Ну, она преподавала очень многие предметы, у нее было старое еще образование, когда учитель был учителем, и она учила, в последние годы она уже учила математику, но я, Вася, в математике не силен. Ну, учителей вы теперь защищаете за то? Я учителей защищаю, я думаю, что труд учителей в нашей стране не оценен, что они получают слишком маленькие зарплаты, от этого, я думаю, что и очень многие беды в нашей стране, что мы очень низко ценим учителей, и, в принципе, молодому поколению не на чего равняться. А вот тогда оценен был, когда мама учительница была? Ну, я думаю, что престиж профессии учителя тогда был намного выше, это, может быть, еще со старых времен пришло, молодому поколению, то есть и детям надо на кого-то равняться, посмотреть, и смотреть, вот мой учитель пришел, да, он. А вы на кого равнялись в своем детстве? Ну, я думаю, что у меня были очень хорошие учители, у меня была очень хорошая средняя школа ерлавская, так что... А идеалы? Ну, я не знаю, может быть, ну, таких может быть... Ну, про Ленина умолчим, и, да, про октябрят и пионеров. Да, ну, я был октябренком своем, пионером был, комсомольцем был, так что... Ну, я не знаю, я как-то на дедушку Володю не равнялся все-таки... Поэтому умолчим, да. Да, ну, я, наверное... А вот какой-то такой светлый образ учевал перед вашими... Так, нет, ну, я все-таки из деревни, из хутора, у меня в хуторе мама, папа, ну, может, еще кто-то третий... А кем вы хотели быть вот в детстве после того, как школу закончили? Да, очень много там было профессий различных, потому что я бы хотел шофером быть, потом... Так как мой отец занимался колхозными конями, я хотел тоже коневодом быть, и учителем быть, и лесником быть, и все... Ну, и в результате что вы выбрали? Ну, вот видите, ничего хорошего... Не-не, ну, это сейчас, а после школы вы же там стали кем-то? Не, ну, после школы я начал работать в лес-промхозе, да, у меня первая запись в трудовой книжке «Рубщик сучи» в третьей категории, так что все, начал с топора. А как можно повысить, кстати, категорию рубщика сучи в 2-й, потом 1-й? Так вы тот самый работник ножа и топора, романтик с большой дороги буквально. А на самом деле, вот, господин Кригерс, очень интересно, вот, рубить сучи на третью категорию, что это значит? Ну, вот топором махать были мужики, которые работали моторной пилой. Это вторая уже, да, категория, наверное? Да, они там были, ну, какие-то, наверное, большие мастера, они валили деревья, и я, как он сваливал деревни, я сразу быстро со своим топором к этому дереву и рубил вот эти ветки, которые на тех, вот, были. Да, и реально можно было повысить свою категорию до вторую, потом до первую? Ну, верно, но я не успел повысить, потому что я стал потом мастером участка, но это уже была, уже намного выше категория была, и тогда я работал мастером, у меня есть специальное образование, мастер лесного дела, так что я закончил потом рангскую лесхозяйственную школу в Губинском районе, так что... Ну, в лесу вы не остались все равно, я так понимаю. Потом почему-то следующий этап вашего пути, это консерватория. Ну, я, да, с лесом я связан, я на охоту хожу, у меня очень много друзей, которые в лесу живут и остались, там и работают, но, ну, да, я сам все-таки вышел из леса, увидел там здания, здания такие светлые, с музыкой, с всякими там плечами. Как можно из ручика, сучи в третьей категории мастера участка прийти в консерваторию? Вот феноменальная опция. Да, у нас все это было, так сказать, все возможно, у нас было очень большие возможности, нет, но у нас открывался в консерватории, открывался новый факультет культурно-просветительной работы в далеком 74-м году, это было в прошлом веке еще, ой, какое старое. То есть это такой, как типа политрук от культуры, да? Да, я пришел туда, это организатор культурной работы, ну, это администратор, директор, режиссер, ведущий культурных различных мероприятий, я туда пришел, поступил, проучился, и, ну, тогда началась уже бурная культурная деятельность. А вы на чем-то играете, на каком-то музыкальном инструменте? Нет, не играю, нет. А поете, может быть? Нет, нет, нет. Не поете, а слух есть у вас музыкальный? Даже не знаю, может быть и есть. Но я имею в виду, не обязательно пить там соло или там где-то, ну, в хоре, в компании поете, любите пить или нет? Я полгода в сельском хоре пел, потом дирижер попросил меня, чтобы я стоял у двери, да, на шухере, да, я сразу быстро в консерваторию пошел тогда, понял. Твою ошибку, что, во-первых, надо учиться, а потом петь, а не наоборот. Петер Искригерс у нас в студии, глава Латвийского союза свободных профсоюзов, это сейчас, а вообще мы говорим пока вот о его детстве и не только уже, уже, наверное, и юности, и молодости. И о том, как он с топором в консерваторию пришел. Да, но потом вы же на консерватории, у нас есть звонок, да, по-моему? У нас есть, ну, звоните нам 672-12-93-9, наденьте, пожалуйста, наушники, пожалуйста, личное утро, напоминаю, вопросы, поэтому связанные с... Ну, вот, личностью человек, пожалуйста, слушаем вас. Доброе утро, меня зовут Константин. Доброе утро. Господин Кригерс, скажите, пожалуйста, вот у вас же детство и юность прошло в сельской местности, наверняка у вас, у вас в семье был огород, там что-нибудь выращивали, а у вас такая привычка выращивать вот сейчас, вот там редиску, лук, помидоры выращиваете? Ну, все выращиваем, да, у меня хутор остался, я туда приезжаю. Тот же родной? Ну, в принципе, да. Ну, имеется в виду, вы, наверное, его перестраивали? Да, там пару километров от родного места у меня есть отцовский дом, который сохранен, да, который отремонтирован, я туда приезжаю в любую свободную минуту, вот завтра тоже поеду. Ну, завтра еще... Там кто-то живет вот постоянно? Нет, постоянно сейчас там никто не живет. И вы там рискуете урожай все-таки выращивать? Рискуем, да, ну, я... Добрые люди не помогают урожай собирать? Нет, ну, я сажаю, другие убирают, так что нормально, у нас колхоз сохранился в этом плане. Это у меня очень хорошие соседи на хуторе, так что есть... Присматриваем. Немножко надзор есть тоже. Ну, надзор-то днем, а ночью там не очень-то понадзираешь. Ну, ночью многое уберешь. Нет, ну, конечно, не иногда есть. На ощупь клубничку. Соседи, да, там картошку убирают, на ощупь, да. Ну, еще есть животные, которые, наверное, приходят поживиться аккуратно посаженным. Ну, от животных я сейчас немножко там исправил ситуацию, я обвел с забора. Да, потому что, да, пришли, приходили, косулись, съедали все, особенно зимой все зелень, которые там вечно зеленую я сажал, там деревья и все, они до снега... Обгладывали, да? Да, так что, ну, надо как-то было это дело поправить. Я обвел забор, извините, соседи, это не против вас, это против животных. Хорошо, вы сказали, что в школе вы не были таким послушным, тихим поймальчиком. А дальше, вот, как складывались ваши отношения, там, скажем, с дисциплиной, с законом? Ну, я законы не нарушал, в тюрьме не сидел, так что единственные мои нарушения связаны с моей практикой автоводителя, когда я там нарушаю, например, там, правила стоянки или перевышаю дозволенную скорость. Извините, полиция государственная, извините меня. Ну, случаются, конечно, моменты, задумываешься об трудовом законе и вдруг едешь. 160. 160, да. Ну, так быстро нет, но случалось, да. Платил, извинялся, ругали меня, воспитывали. А вы можете вот назвать себя человеком карьеры, карьеристом? Ну, другие... Который так очень основательно ее делал, вот, ценно-оправленно. Ну, я когда регулярно ходил на охоту, я по карьерам уток гонял, там, карьеристом был страшным. А в этом смысле карьерист? Да, я не знаю, мне, я, мне как-то, не, я сам никогда на какие-то большие должности не рвался, мне как-то это получалось так, естественным путем, наверное, все время этот топор где-то, но все-таки виден, что все время мне предлагает что-то. Ну, если уже предлагает, я все-таки такое дисциплинированное, не отказываюсь в большинстве случаев. Ну, а приходилось вот использовать свое, скажем, там, какое-то положение, не знаю, партийное, политическое, социальное, не знаю, в интересных, да, в целях таких. Ну, например, давайте вот пример рассмотрим. Ну, да, ну, первое. Вот у вас же был диплом образования, квалификация, культурно-просветительская работа, организатор, соответствующий. Да, оно есть у меня сейчас, да. А в Советском Союзе это часто было сопряжено с тем, что кто-то устраивал какие-нибудь подпольные, полуподпольные, левые, так называемые, концерты. Все советские музыканты этим жили. Нет, ну, я такие концерты не устраивал. Почему? Потому что, ну, у меня был немножко другой профиль, где я действовал, когда я работал там несколько месяцев в сельском клубе, там никто никакие подпольные концерты не устраивал, ну, там были регулярные танцы, на которых мы там все танцевали, все там. Ну, бурная молодежная деятельность, все это, но потом, когда я уже закончил консерваторию, я пошел дальше учиться в аспирантуре, там никто никакие танцы не устраивал, уже больше концерты не устраивал. Кандидат культурно-просветительских наук? Аспирантура была в Москве, в Московский государственный институт культуры. Тоже интересное учебное заведение, учебная такая, интересная практика. Я кандидат педагогических наук, культурно-просветительских наук. Вы можете быть министром культуры? Не было, не было, да, ну, было педагогикой, да. Так что, защищал я диссертацию в Государственном университете латвийском, так что, по педагогике, так что, да, я имею такой диплом тоже. То есть, все-таки, кстати, а вы его, как это называется, вот, когда переводить кандидатский в докторский уже в наше время? Ну, я в очереди стою уже 9 месяцев, я подал свои документы, но там... А что это будет, как это будет звучать? Доктор-педагогики? Доктор-педагогики, да, может быть, если я... Если сочтут ваше московское подозрительное образование соответствующим. Не, ну, у меня кандидат в университете все-таки государственном. В латвийском, да? В латвийском, да. Ну, может быть, это вас спасет? Я надеюсь, вот 9 месяцев я уже жду, так что... То есть, получается, что вы так, ну, осуществили где-то часть своих мечт детских, можно сказать, педагогом вы стали, лес вы рубили, что там еще было? С шофером, с шофером, да, ну, в принципе, есть, некоторые, конечно, есть, но, конечно, мне самое обидное все-таки с лесом связано, потому что эта любовь к лесу у меня осталась очень большая, я хоть уже старенький, но у меня есть свои 9 гектаров сейчас леса тоже, частная собственность, я могу туда идти, грибы собирать. Собираете? Да, собираю, да, все. На всех 9 гектарах? Да, все грибы уже знаю. А вы там гоняете грибников таких, которые там? Нет, 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 пусть. То есть, вы частный собственник такой лояльный, да? Нет, нет, люди пусть собирают, ну, что они, я же говорю, не под номерами у меня грибы все-таки. А звери у вас там есть тоже? Есть, 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 но я говорю, на охоту я хожу, так что нет. Не было бы у вас там браконьеров, непрошенных гостей? Маленький участок, там они пробегают или сквозь, насквозь или мимо там. А вы как, вот на своей территории делянку сидите там с ружьем и ждете, пока по вашей территории продлежит косуля? Я член коллектива, охотничьего, у нас есть свой порядок, вот завтра тоже собрание будет, поеду участвовать, так что все у нас по закону, все строго. У вас прям систематизация в плане собраний всю вашу жизнь, смотрите? Да, ну да, собрание, да, ничего не поделаешь, надо самому организовать, участвовать. Петри Скригерс, глава Латвийского союза свободных профсоюзов у нас в студии, сейчас прервемся на несколько минут, новости рекламы. виксньюс.лв Мультимедийный информационный портал Гость в студии. Радио Болтком, 93,9 Гость в студии сегодня Петри Скригерс, глава Латвийского союза свободных профсоюзов. И личное утро, пожалуйста, что вы хотите узнать об Петри Скригерсе, звоните 672-12-939, 672-13-939 в рамках нашей программы. Пожалуйста, вот как вам кажется, вот, вернее, вам самому вот легче было когда, в те времена или сейчас? Ну, это, конечно, очень трудно сравнивать, потому что тогда я занимался другом видом деятельности, я работал преподавателем в УЗИ, занимался вопросами культурно-просветительской работы. Но вы же общественной работой тоже занимались? Ну, меньше, конечно, у меня такого, ну, там, в ДНД дежурил, да, там, ну, может быть, там, как-то что-то и что там делал. В 90-м году, когда я попал в профсоюз культуры, конечно, это было что-то совсем новое, и профсоюзы по новому пути пошли, все делали по-другому. Ну, так что сравнивать очень сложно, я тут даже, ну... А в профсоюзах вы тогда не участвовали, да? Нет, нет, здесь, может быть, даже, да, здесь, несмотря на мой кандидатский, так сказать, диплом, здесь надо было в профсоюзах учиться все заново, даже с первого класса, может быть, даже начиная. Да, я думаю, что еще в образовании в профсоюзах так я еще и не добился, так сказать, все, все в учебе, все постигаешь постепенно, все учишься. Заранок у нас надевается наушники, слушаем вас. Доброе утро. Доброе утро. Пожалуйста, а ваше культурно-процветительское образование приобщило вас к какому-либо виду искусства, вот как любителя, оценителя, может быть, к литературе, любите ли вы читать, что вам близко? Спасибо, да, я очень много читал, сейчас, может быть, меньше читаю, но приобщил меня очень, так, даже, естественно, очень близко, у меня жена солистка национальной оперы, так что она культурная работа приобщила меня. То есть, таким образом приобщились, да? Да, любитель оперы, вот сейчас иду, слушаю. Какая ваша любимая опера или композитор? Пучини. Тоска или Турандот? Ну, то ли Мадам Батерфляй. Да, ну, эти все, почти, в принципе, все, все те роли, которые пела моя жена, так что я могу, так сказать, на личном опыте уже сказать, что какие эти все, ну, образы, где мне очень близки. То есть, вам так трудно выбрать, да? Да, даже, да. Батерфляй, может быть, даже лучше. Потому что самая выраженная, наверное, женская партия. Может быть, да. Хорошо, но вот все-таки профсоюзная деятельность, она связана с такими акциями, которые могут, в общем-то, и самого профсоюзного деятеля повредить физически. Как вы так вот решились? Все-таки вы говорили, что вы человек такой законопослушный достаточно, видимо, миролюбивый по характеру. А здесь нужно вот идти чего-то добиваться, постоянно с кем-то конфликтовать. Для чего вы выбрали себе такую жизнь неспокойную? Ну, я уже говорил, наверное, что сперва было так, что мне предложили. Предложили, но все равно вы же потом это могли уйти, но не ушли же. Ну, я говорю, что это, наверное, было интересно, потому что все создавалось заново. Все надо было учиться, все проходить, выяснять. Это были новые контакты, это были новые встречи, новые люди. Это было все очень интересно. Ну, я человек законопослушный в своем виде, я думаю, что все должны быть более-менее законопослушными. Если в кабинете министров на стене висит надпись, что закон для всех одинаковый, да, тогда и в кабинете министров, наверное, и все должны этот закон соблюдать. Ну, а разве может быть вот лидер профсоюзов слишком законопослушным? Нет, ну, потому я хочу, чтобы все соблюдали этот закон. Если уже у нас в стране так принято, и мы это поставили как самую главную свою надпись, когда-то при других формациях были другие надписи, но тогда сейчас вот мы говорим, что надо соблюдать закон. Я хочу, чтобы и министры соблюдали, и депутаты соблюдали, и чиновники соблюдали эти законы, которые они, некоторые и сами пишут. Но вы считаете, у вас получается это добиваться? Стараюсь добиваться, но я думаю, что идеальную ситуацию никто в мире не создал в этом плане. И ни в Америке, ни в Франции, ни в Германии все не соблюдают законы, но потому есть организации, которые занимаются, которые следят, которые требуют, чтобы было какое-то законопослушание среди таких высоких чинов. Вы перфекционист по своей сути? Или можете, ай да ну его, да ладно? Ну я не перфекционист, конечно, в некоторых случаях я могу сказать, что, ну наверное, ну... И так сойдет? Наверное, то, что написали, ну не очень-то думали о том, что пишут, да, так что закон может быть поставлен совершенно неправильно. Так что надо его исправлять. Ну, да, нет, я не перфекционист, конечно. А в жизни вот вообще, в быту, скажем, там, любятся когда все вещи на своем месте? Нет. И не дай бог там что-то сдвинули там на 2 сантиметра? Да нет, у меня все эти бумаги на столе навалены, я там... Ну я там ориентируюсь, я так знаю примерно, где что лежит, я так быстренько нахожу, да. Не-не-не-не. Но грязную посуду в раковине не люблю. А ваше любимое домашнее дело? Ну, в деревне я работаю, это там... В городе, ну это нельзя там говорить, что что-то там есть любимое. А в деревне вот приезжаешь, тогда там можно все там делать, все, и дрова колоть и пилить что-то, и все. Вам больше нравится колоть или складывать, кстати? Не, пилить даже, наверное. А, пилить? Да, но топор я уже сейчас напилу. У вас это знаковое хобби вместе с нашим президентом Андрисом Берзеньшем, он тоже говорил нам здесь в личном утре, что он любит в лесу работать, когда... Да, это очень помогает отдохнуть. Но у него, кстати, нет такой категории, как у вас, рубщик сучек. А уже, так сказать, высшей категории, даже президента. А вы друг другу можете ходить, помогать вам, обмен опытом, да. Хорошо, а вот готовить что-нибудь умеете? Вот, например, министр образования нам рассказывал, что он мастерски печет блины и подкидывает их на сковородке, они там переворачиваются. Так, 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 я могу это все сделать, я очень хорошо варю пельмени. Собственного приготовления или магазинные? Ну, в пачках, в пачках. Ну, я же все-таки в общежитиях жил и в Риге, и в Москве, так что я не умер с голоду, ну, все, так что я могу и все остальное, ну, это тоже сделать. Хорошо, тогда расскажите. Подожди, я хочу, ну, как пельмени, правильно? Ну, пельмени берется, заливается вода в кастрюлю. Холодная. Холодная, да. Туда сразу пельмени? Нет, 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 она сперва скипятит, да, потом кипченую воду только можно пельмени взросать. Сразу? Без соли, без всего? Ну, соль можно потом посыпать уже, она же там же есть. А еще что добавляете? В сметанку можно добавить, зелень какую-то, нет, нет, потом уже в тарелочку, так все. Сколько вы варите пельмени? Если, пока они всплывают. Отлично, все записали рецепт? Да, да, очень, я могу еще продиктовать тоже, если в конце надо будет. Какой? Так что я могу, не, ну, так варить. Пельмени, да, могу и это яйцо сварить. Сварить? Сварить и... В мешочек умеете варититься? Это тоже глазулю умею делать и все. Ну, так что я в общежитии учился так же. Ну, вы с голоду не умрете, если что, да, если закрыть вас. Из блюд, которые вы ели в общежитии? Я, может, в общежитии нет, но я один раз пробовал готовить эти вот ракушки, вот эти винные, как они называются. Улитки? Улитки, вот эти я в деревне сам ловил, там все, делал все. Даже таких садовых улиток, да? Да, да. И как получилось у вас? В нашей деревне живут в лесу, в своем лесу собрал. Ну, это же немножко другие улитки, или это в жена те, да? Да, попробовал все, да. И как вы их готовили? Ну, я там был в этом Латвии-Саввизе был рецепт. Да. Я по этому рецепту их там ловил, там все держал, потом варил, там вынимал, все там делал. Ну, это такая экзотика. Один раз попробовал. Не понравилось? Ну, я единственный ел в семье, даже собака отказалась. Так что, ну, что там процесс был довольно-таки сложный. Улиток надо есть в Париже, там же, где и устриц, собственно. Ну, я не часто езжу в Париж. Не часто, но и улиток-то, в общем, часто не поешь. Не знаю, в Париже не ел улиток, не знаю. А что вы ели в Париже? Даже не знаю, пельмени тоже нет, что я ел, не помню. Один там разве был-то. Ну, вот. А вы там, подождите, вы были там на акции протеста какой-то? Нет, 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 на акции протеста я в Брюсселе был. Так что, в Париже я просто был. В Брюсселе, кстати, тоже можно устриц. Вот с улитками там сложнее, но зато мидии есть. Да, мидии, конечно. Хорошо, а вот акции протеста. Вы по своей работе, по своему профилю, вот ездили за обменом опытом куда-нибудь, нет? Нет, ну, я был на акции протеста в Вильнюсе, был у коллег. Ну, это как у нас, это не так интересно. И был в Брюсселе на акции протеста. А что-нибудь экзотическое, как у греков, там у французов? Я не знаю, я думаю, что, ну, там я не был, нет. Я думаю, что в Брюсселе акция протеста была, в принципе, примерно такой же, как у нас. Примерно столько же человек было, сколько у нас. Ничего такого сверх... Ничего не громили, ничего не поджигали? Естественно, в той акции ничего такого не было. Единственное только то, если у нас, например, мы в Риге собираем человек 500 на акцию, тогда журналисты пишут, что собрали только 500 человек. А там журналисты писали, собрали в Брюсселе большую акцию протеста. Целых 500, да? Да? Да. Странно. Есть масштабы, наверное, Рига, центр большой, тут много людей. Нужно, наверное, надо собирать тысячи, чтобы все-таки кто-то все увидел. А там можно прийти 20-50 человек на акцию, все уже пишут, что вот есть, да. Ну, наверное, дело все-таки не в количестве, а в качестве, чтобы услышали этих 50 человек. Ну, я не знаю, там никто не приходил тоже из европейского правительства встречаться с этими людьми, которые собрались. Ну, так что... А вам нравится путешествовать в целом? В принципе, нет. Мне лучше нравится путешествовать до своего пута. Ну, там я вижу ту работу, которую я делаю. Вам не нравится вообще путешествовать или перестало нравиться с каких-то пор? Раньше любили ездить куда-то? Ну, вообще-то нет. Никогда не были любителем, да? Я еду, да, больше по принуждению, да. То есть у вас такой домоседский, да, характер больше? Да. А ваши близкие разделяют его? Не очень, да. Да? То есть они... Вырывают меня, да. Вытаскивают куда-то? Ну, понятно, любят путешествовать. Любят путешествовать, да. Человек, который работает в опере, не может не любить путешествовать. Любить. И как вы с этим миритесь? Подчиняюсь. Да? Иногда, да. Еду. Куда последний раз путешествовали? Ну, последний раз я свой отпуск взял и использовал 10 или 9 дней в Турции. Угу. В Турцию. Да. А в Москву часто наведуетесь по местам боевой славы? Нет, не очень-то часто. Виза нужна, виза оттуда нужен. Я вас научу турфирме, в которой это можно сделать без вызова. Два раза я за последние сейчас годы был в Москве на мероприятия своих коллег-профсоюзников российских. Ну, очень большое это что-то стало. И не только так, но и так. Там Москва была такая, немножко такая уютнее. Вы могли бы жить в Москве? Я думаю, что в этой Москве нет. А много друзей там есть? Ой, у меня по всему бывшему союзу очень много друзей, потому что это был всесоюзный институт, которым я был в аспарантуре. У меня, я думаю, друзья остались не только в Москве, но и на Украине, и в Белоруссии, и в Казахстане. Встречаетесь как-то? Где-то? В последнее время уже нет. Что? Стареем, наверное, все уже болеем. А съездить к своему другу, ну, предположим, к Банбай-Батыру в Казахстан, ну, если его так зовут. Да. Карен там. Не, Карен был в Армении. Карен в Ереване, наверное, как бы. Как там назвал? Я уже не помню, как моего друга там. Ну, в Султан Назарбаев, положим, да? Ну, да. Нам пора заканчивать. Ну, один еще вопрос напоследок. Традиционный наш. Как у вас утро начинается? У нас программа «Личное утро». То есть, что вы делаете? Утро начинается с рассвета. Во сколько? Стою, в принципе, у меня будет, будет, будет кот. Это каждое утро. Он хочет кушать. Во сколько он хочет кушать? Ну, он хочет, как каждое утро, но я всегда ему стараюсь давать примерно в 7 часов. Но это бессмысленно, так же, как меня учить в школе, учили дисциплины. Так я своего коту не могу ничего научить. То есть, он где-то будет у вас в 5, а вы ему даете в 7. Ну, да, я ему кидаю тапкой, чтобы он меня отставал от меня. Типа, с последние теми, эти минуты, да, утро у меня тревожное очень всегда. И я тогда с ним вожусь, потом сам пью свой чай или кофе, и уже бегу на работу. Примерно, да, полдевятого я на работе. А по выходным? Ну, по выходным или в деревню, или что-то. Кому же кот не будет? Кот все равно. Двумя тапками придется пользоваться. Ладно, все, пора заканчивать. Спасибо вам за это утро. Петерис Кригес, глава Латвийского Союза Свободных Профсоюзов, был с нами сегодня. До свидания, хорошего дня. www.vixnews.ru Мультимедийный информационный портал